Сокол 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 Или, правду сказать, обедать. Долго почивать изволишь. Невыносимо. Вы меня разлюбили. Вы меня разлюбили, я это вижу. Где была моя голова, когда я согласилась выйти за вас? На моей груди. Счастьем, с юностем и грезем Если, нет ли, наши помыслы о нем ночью и днем. Зря мы в молодости лезем сами в петлю, Даже нет бы на расхват всюду наш брат. А прежде казалось, все будет иначе. В восторге, победы, триумф и удачи. Мы жили в любви и надежды, Но все, что как прежде. Сердце в юности им зря мы открываем. Я себя сто раз на дню в этом виню. Зря мы взялись к вам, дамы. Остываем, перед вами виноват. В восторге, победы, триумф и удачи. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Жаль, былые времена, чья здесь вина. Сейчас письмо принесли, сударыня. Что я вижу? Это от нарцисса? От какого еще нарцисса? Как вам не стыдно, сударь? Это от нарцисса Мотылькова, моего кузена, Того, что уехал в Париж от несчастной любви. А-а-а, вот этот. Он страдал, сударь, и чуть с ума не сошел от любви. И такие воспоминания не истребляются из сердца. Страдал, бедолага, от каждой юбки. А с ума не сошел, потому как не было с чего сходить. Оказывается, он вчера вернулся в свою деревню. Понятно, спустил в Париже все до нитки. И сегодня нанесет нам визит. Как? Без приглашения? Шустрый малый. Или, может быть, теперь такие нравы в Европе? О, пустяки! Он же не сомневается, что я приму его с радостью. И вы тоже, мой друг. Да, разумеется, дорогая. Мы никогда не ссоримся. Моя супруга всегда поступает, как она хочет. И я тоже. Как хочет она. Ну вот. Хоть наконец появится один человек, достойный внимания, с хорошими манерами и недурной наружности. Я помню, у него были белые кудри до плеч. Верно, кудрявый, как барашек. Да ведь это же он. Кто он? Боже, как я сразу не догадалась. Мой вчерашний спаситель, который подхватил меня с лошади и отнес в беседку. Отчего ты так уверена? Ну, он, конечно, он. Больше некому. И кроме того, сударь, если я желаю, чтобы так было, следовательно, так оно и есть. Я в таком волнении. Мне дурно. Ну, держите же меня. Эй, воды, воды. Нет, сейчас не до того. Надо подумать, серьезно подумать. О чем? Отрешиться от мелочей, собрать воедино все мысли, и тогда придет озарение, ответ на вечный вопрос. Да что за вопрос, матушка? В каком платье принять гостя? Эка важность, матушка. Прими хоть в этом, что на тебе. Более несуразного предложения трудно вообразить. А еще говорят, что мужчины после женитьбы становятся умнее. В розовом, именно в розовом. Нет, в голубом. Нет, в розовом. Да нет же, в голубом. Матушка-парня, матушка-парня. Дозвольте слово молвить. Говори я все внимание. Не за себя, прошу за одного человека. Хотя сприва за себя хотела. Родители согласны запустить его на своей милости. Но это решено. Я его, конечно, приму. А он вам даже лучше расскажет, чем я. Потому как, будь они все неладные соседы, заяц этот ведь обидный ему в холодной-то. Конечно, если я его приму в голубом платье, его ожидает, ну, вроде как он подумает, холодная встреча. А я его приму в розовом. Спасибо, матушка-парня. Спасибо, матушка-парня. Слушай меня внимательно. Слушал, барин. Вечером, нынче дождись, когда стемнеет. И как только барыня... Я так и знала. По сторонам. Заждался я тебе, Юлия Петровна. Ну, как вам не стыдно? В чем дело, матушка? Карета в парке. Нарцисс приехал. Такой нарцисс. Ну, неужели вы забыли? Нет, не знаю. Что за нарцисс? Друзья мои, счастливый час. Позвольте вас обнять. Как невестное. Какой стас. Я с вами здесь опять. Так бесконечно повезло. Признаюсь, не то я, Что по рижаку всем озноб Сюда вернусь я. Им будет так и доставать Моих лихих затей. Им вновь придется целовать Увы своих мужей. И вновь придется Идет целовать Идет целовать Увы своих мужей. Папу скатает Высший свет А вам я, как друзьям Готов поверить Свой секрет Я здесь Для милых дам Ведь мне известно Одному Что я Для милых дам Всегда умен Не по уму И свеж Не по годам Их с каждым годом Ублажать Готов я Все сильней Чтобы не пришлось Им целовать Опять своих мужей. А-ха-ха! Чтобы не пришлось Идет целовать Не пришлось Целовать своих мужей. Тонсо-самбл Алло, куда? Как сипокинь Готов он Все сильней Что не пришлось Целовать Гонять своих мужей. Формидабло! Что не пришлось Им целовать Идет целовать Своих мужей. Эль-си, Ма шарманты, Юли, Се ле мама Ко ж атонду Депу Троиз ане Можна бро сказать О, permettei-moi Дефлуре Ванная Мел пардон, Мел пардон, Мадесь, Мел пардон, Мадесь, Как истрепался Вот она, заграничная жизнь. Проклят француз, так сделал парик. Ко всему, липнет, кроме головы. Что он говорит? Здравствуйте. Какими судьбами? Ашанте, Дю Бувуар. Хальт, хальт, хальт. Донзен момент, я за вас. Стой, стой, стойте, хальт. Донзен момент, альт, стой, стой, стой. Остановите же вы его. Стой, дурак. Назад. Иди сюда. Ты почему сразу не вернулся? К их цилиндру ниточка прицепилась. Ниточка? Ну, где же она? Оборвал я ее, барин. Что там еще? Собаки сцепились, какую-то мочалку дерут. Пусти. Что он говорит? Ну, любовь с пейзажем. Что он говорит? Да, природа у нас великолепная. Мой парюк. Мой парюк. Что стоишь, болван? Пошел вон. Крыса! Крыса! Вон, вон, вон! Крыса! 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 Эй, кто-нибудь! Выбросите эту гадость! Мамочки! Если постирать, можно у крыльца бросить, ноги вытирать. Стой! Стой! Мой парюк. Крыса! Крыса! Успокойся, дорогая! Успокойся! Успокойся! А вы тоже испугались, когда эта прыгала? Материк? Только за вас. А как же вы останавливали бешеную лошадь на полном скаку? Простите? Неужели это были не вы? Вчера вечером Юлия Петровна чуть с лошади не упала, сознание потеряла. А кто ее спас, неизвестно. Только не я, а дальше. Дальше? Да. Ничего дальше. Положил в беседке и ушел. Что? Положил? Положил? И ушел. Не вижу ничего смешного. Это напомнил мне один анекдот. Только там все было наоборот. Положил. Положил и не ушел. Ушел. Ахахахахаха. Нет, нет. Извините, но мне ваш анекдот напомнил, что меня ждут дела. Месси, Маку, так и быть. Остаюсь с вами ужинать. Мы с господиной Чухлывым выпьем пару шаманского, а моя прелестная кузина составит нам компанию. Увольте. Я вечером люблю гулять по парам. По парам? Да. И совершенно одна. Намек тот. Но я, конечно, понял. Когда я к вам ехал, у меня страшно болела голова, а теперь как рукой сняло. Не сняло, уверяю вас. Теперь боль перешла ко мне. Ну и прекрасно. Можь и рай. Я с юных лет не без причин чту красоту. Помню Париж. Рай для мужчин. Город мечту. Думал, вернусь и глядя вокруг ужаснусь. Но, к счастью, вышло не так. Преврать он на старт. И здесь красотки кругом. Так вот он и ком. И доложу вам, друг Чухлыва, как их покорять знает мотыльков. Я никогда наши границы не покидал. Впрочем, и здесь вдовы девиц я повидал. Но про себя считал, что от жизни отстал. Но, к счастью, ушло не так. Преврать он мостах. И здесь красотки кругом. Так вот он и ком. Умеет их сражать чухлымок. Успешнее вас, друг мой матыльков. Скажите, как он? А жизнь дается лишь раз. Известный из вас. И все красотки кругом. Так вот и ком. В них навсегда влюблен. Ха-ха, чухлымок. И в них мотыльков навсегда влюблен. Короче, и я, и он. Вот, матушка-барыня, человек, за который вас давеча просила. Прямо из холодной привела. Иван. Помилуйте, матушка-барыня. А о чем ты просила? Как же, матушка-барыня, что вы допустили его до своей милости. А он сам вам все расскажет. Что-то не припомню. Ну, ладно, слушаю. Проснулся я, это, утром. Помолился. Ну, не в риток. Ванечка, ты правду говори. Матушка-барыня всякого мужика насквозь видит, особый, который низкого звания. Не молился, барыня. Так, продолжай. Зайца в парке из господского ружья. А бариному за это грозится лоб забрить. Да мне все это неинтересно. А что еще? Ничего. А почему глаза бегают? А у него завсегда такие. Так, Анюта, ступай. А ты пойдем со мной. Ну, а теперь, как на духу. Что у тебя с ней? Посватался? Ну, так бы и говорил. А то несешь какой-то вздор. Виноват. Но было что-то у тебя с ней? Один раз. Негодяй. Чмокнул ее в щеку. Все равно негодяй. И что же на тебе за дерзость? Пощечину, конечно. Нет, барыня. Наши девки по-благородному не дерутся. А как? Если, которая любит... Да. Ударит ладошкой промеж лопаток. А если нет? Ну, беда. Тукманку навесит. А что это за тукманка? Ну, кулаком, да прямо в глаз. Призабавно. А чем же тебя Анюта наградила? Ладошкой промеж, конечно, лопаток. Обязательно. А то как бы я узнал, что она меня любит. Ну, а теперь правду выкладывай. Какую правду? А неуж ты все рассказал? Кажись. Не крути. Ну, влип, как муха в мед. Выкладывай. Не смею, барыня. Тогда обратно в холодную. Божусь вам, барыня. Клянусь, все ненароком вышло. У тебя все ненароком выкладывай. Ну, я и не прикоснулся к вам вовсе. Как? То есть? Ну, как увидел, что кобыла вас несет прямо в овраг, а вы уши глазки закрыли. Одной рукой за узду на другую вы сами пали. Так это был ты. Ну, не мог же я удержать вашу милость и не прикоснуться. Потом я быстрехонько уложил вас на конопельку, что в беседке. Ну, и? Платьица ваша расстегнулась. Боже мой. Боже мой. Боже мой. Но я не смотрел. Врешь. Прощаю тебе все, что ты натворил. И беру вас с Анютой под свое покровительство. Иногда слухай, ведь это в самый раз. И пускай создатель не осудит нас. Правда или кривда, все бывает впрок. Если вдоль не вышло, выйдет поперек. Вот и все решилось. Мьяный добром. Мы с тобою скоро будем быть весом. В полденье касаться добрый человек. Добрый человек. И за нее молиться станем целый день. Станем целый день. Целый день. Богу помолиться я всегда готов. Мне такое дело, пара пустяков. Лишь бы только пользу я увидел в том. Жить на этом свете надо вонах с умом. Доченька с тобою, Юлий на речом. Барыню касатку в крестные возьмем. А манчанку в горе станет опекать. И как-то в доставке и произрастать. И произрастать, произрастать. Правда или кривда, все бывает впрок. Если вдоль не вышло, выйдет поперек. Иногда слугавить это в самый раз. И пускай создатель не осудит нас. Да не осудит нас. Нынче вечером, как только стемнеет, и барыня уйдет в парк, придешь в эту комнату. Зачем? Затем, чтобы решить, куда-то во ему Ивану идти. Под венец или в солдаты. А матушка барыня сказали... Матушка барыня сказали и забыли. А батюшка барин слово держит. Поняла? Как в толк не возьму, что угодно, Вашей милости. Не поняла и не надо. Приходи, без понятия. Атенсьон. Славон. Наконец-то! Заждался я тебе, Юлия Петровна. Что бьет? Какими судьбами? Глядя на вас, я вспомнил конец анекдота. Вы сейчас умрете от смеха. Я вам завидую, мой дружочек. Значит так. Ночь. Мужчина и женщина в постели. Стук в дверь. Женщина говорит муж, а мужчина прыгает в окно. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Кхе-хе-хе-хе! И это все? Сету. Ха-ха-ха! Сокол в небе кружится и льдет к траве цветов. Видно, путь к замужеству труден и далек. И душа волнится, сердце ходуну. Сбудится, не сбудится, плитя под венцом. Пьется девичье сердечко, будет счастье или нет. И смогу ли на крылечке с милым я встречать рассвет. И смогу ли на крылечке с милым я встречать рассвет. Пьется девичье сердечко. Пьется девичье сердечко, будет счастье или нет. И смогу ли на крылечке с милым я встречать рассвет. И смогу ли на крылечке с милым я встречать рассвет. Не надо, барин. Барин? Ванечка, напасть-то какая. Мерен сивый. Я ему... Не надо, Ванечка. Неужели ты руку на него поднимешь? Хуже. Дом спалишь. Еще хуже. Да чего хуже-то? Приходи вечером в гостиную. Приходи вечером в гостиную. Как он велел. А ты? Я приду. Страх-то какой. Нет, надо лучше барыне все рассказать. Вот ведь, барин, стыд и срам, на чужое зарится. Я уже ему задам, будет знать, как пялиться. Чтобы даром не грозя, Всех заткнулся пояс я. Мне бы это-то нельзя, Мне бы то такое зля. Ой, Байкут! Ой, Байкут, Байкут! Ой, молодец! За невесту горой, Байкут! За невесту горой! За невесту горой! Ой, колой! Все! Крест! Так и сказал? Так, матушка. Приходи, говорит, без понятия. Ах, вот оно что, мой дорогой супруг. Романы не читаете, однако, а романы заводите. И с кем? И Витя, Божью милость, уже вечерут, и не ходите вы в парк, оставайтесь дома. Нет, 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 нет. Нет, напротив, мне бы хотелось уйти, но мне бы хотелось и остаться. Как же это, заступница? А любопытно мне было бы услышать, какие комплименты говорит мой муженек простой девке. Какими словами ее называет? Так называл уже. Только я запамятовала. А ты вспомни. Огурчик. 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 А я кто же? А я, значит, не огурчик. А я, значит, не огурчик. Не огурчик. А я, значит, не огурчик. Снимай сарафан. За что, благодетельница? Да разве ж я виновата? За что ж меня сечь-то? Дура. Дура, снимай сарафан, я его надену. А ты мое платье. Зачем? А ты пойдешь вместо меня в парк, а я вместо тебя в гостиную, поняла? Нет, матушка. Снимай без понятия. Снимай без понятия. Снимай без понятия. А теперь... Снимай без понятия. Субтитры делал DimaTorzok Здравствуйте, матушка, парень! Субтитры делал DimaTorzok 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 Чего он медлит? Пришла, а нет. Ты здесь? Надо отвечать, как Анюта. Здесь? А где? Тут-то. Я в таком волнении, ведь всего-навсего супруг, не любовник же. Лапонька, ты видишь меня? Не, а? Не вижу. Я тоже не вижу. Потерпи, Лапонька. Лапонька, сейчас приду. Два раза ее назвал, Лапонька, а меня ни разу. Лапонька, я заблудился. Третье. Минуты не прошло. Иди навстречу. Ты где? Телочка? Туда. Хочу быть тёлочкой. Гостиница тебе припас. Слышали это? Пряник, говорю, медовый. Хочешь? Хочу. Ну так, ну так, ну так иди сюда. Таких пряников и парня не едала. Из Москвы, верхний сорт. То ли гачек ездил, так я уж велел, можно стараться. Потом говорю, для Анюты. А он свиётся и сам, говорит, знаю. Для кого? Уже и двор не знает. Фу, нашлась-таки. Пора. О, господин Водальков. Да не бойся, он в парке, за паренью ходится. Не может быть. Да провалиться к Оливру, сам проводил. Так дорожить, моя честь. Какая ж ты, пугливая. Где ты, лисонька? Рыбонька моя золотая. Росиночка маковая. И это всё ей, не мне. Соленька моя, ясно. Цветунчик, маленький, птичка. Ласточка моя. И это слова он знает. Оказывается, вот она я. А ты его подсунешь, парень. Держи, держи. Вот каким законом? Да заберли мы его с господином Водальковым в библиотеке. Ишь ты, на мою авиату нацелился. Иван, это ты. А кто же? Свети, дурак, свети. Барин, давай в углу ноги. Где он? Сюда, бальчика барин, сюда. Отыскать, схватить и доставить ко мне. Кого, сударь? Не знаю, кого. Только непременно подать сюда, подлеца, который запер меня в библиотеке. Из окна пришлось на березу прыгать. Все руки ободрал. Вы не хуже белки, извольте, по деревьям прыгать. Пшел вон! Дурак. Дурак. Убежала, дура. Экое расстройство. Все кругом норовятся грешить, будто больше заняться им нечем. Но попробуй за всем уследить. Если я, как ребенок, доверчий, О временам, о нравы, Гаморрый садом, Любовные забавы, Кругом, кругом, кругом. Любовные забавы, Любовные забавы, Кругом. Все меня норовят обмануть, И душа моя полнится волей, И, как я, как я, Что вернулись на истинный путь, Вместо них я грешу по неволе. О времена, о нравы, Гаморрый садом, Любовные забавы, Кругом, кругом, кругом. Любовные забавы, Любовные забавы, Кругом. Надоело неправедно жить, Но, увы, То пожнешь, то посеешь, И все чаще я должен грешить, Только разве за ними поспеешь? Времена, о нравы, Гаморрый садом, Любовные забавы, Любовные забавы, Кругом. Сударь, люди видели, Как он из окна бы подмолчал. Опередил. Что ты делал здесь, В гостиной, мерзавец, отвечай. Я, Ваша милая, Я же... Молчать и слушать не желаю, Вязать его, И в город в присутствии Ох забрить. Что вам сделал этот малыш? Не мешайся не в свое дело, Матушка, Это негодяй, Которого должно примерно наказать. А за какое преступление? Мошенник хотел обесчестить наш дом, Еще бы немного, И я бы успел, Но она убежала. Увольте меня от ваших откровений, За кем вы гнались И кого вы хотели обесчестить. Отвечайте коротко, Чем он вас обидел? Не хочешь ли ты сказать, Матушка, что... Не хочу. В чем его вина? Во-первых, Он запер меня в библиотеке. Неправда, Вы ошибаетесь. Запер его в Синеон. Вот ключ. Ну и проворно же, Анюта. Как? Это ты? Я взяла свою предосторожность. Если угодно, Требовать вам за нее отчета. Нет, нет. К чему же? Отпустите его. Нет, погодите. Я не сказал тебе самого главного. Он устроил свидание в этой самой комнате. Только что был здесь, С очень молодой душегуб. И очень невинной девушкой. Думаете, что говорите, сударь? Я не позволю, Чтоб при меня оскорбляли бедную малютку, Все богатство которой в ее хорошем поведении. Так вот, Твоя бедная малютка Была с ним. Ах, какой конфуз. Урика, матушка. Против вас, мой друг? Ах, как он попал к вам в карман. С пола поднял. Не иначе как и воронила дура, Когда убегала. А от кого? Побойся бога, Юлия Петровна. Не хочешь ли ты сказать, Что она была со мной? Нет, конечно, сударь, не хочу. Это вам лучше знать. Добро, матушка. Я тебе докажу, Кто преступник, А кто потерпевший. Я спать не лягу, Пока не докажу. Что за маскарад? Как не кстати. Матушка Барнилили. Я пожаловала ей свое платье. Зачем? Каприз. Странная причуда, Юлия Петровна. Подойди сюда. И говори только правду. Я завсегда только правду говорю. Пусть говорит, Я и не в чем признаваться. Недавно, сейчас. Был с тобой здесь кто-нибудь или нет? Со мной, да. Я знаю, что был, говори. Что так, так прямо говорить при всех? Не бойся, вот тебе мое слово, За правду все прощу. Не погубить отец ради меня ненарочно, Ведь и Бог ненарочно. Ну так с кем ты была? Да вы сами знаете. Ну я-то знаю. Теперь пусть барыня послушают. Ну? С вами была, барыня. Что такое? Так, врать. Что такое? Она спятила. Да ты что, ты что? Нет, что это был я? Перекрестись. Кто же еще? Вон синяк под глазиком. Да ты что несешь? Темно было. Не распознала я кто. А потом испугался очень, Как вы меня схватили. Как я тебя схватил. Поперёк. И шпатов только заобразил, Кому эту манку-то отвесила. А у вас действительно что-то с глазом. Я с дерева упал. Да? Да. Они видели? Видели, как я с дерева падал? Видели, батюшка. Видели. Своими глазами. Видели, что я тебе говорил? Ну... Они правда будто с ним взвалились. О, Господи! Да не слушает ее Юлия Петровна, она дура. Она то, что думает, то и говорит. Неужели ты мне не веришь? Да я ее в первый раз вижу. Отвечай немедленно. Да, Юля, замолчи. Скажи хоть слово. Неужели ты веришь ей? Я с ума сойду. О чем ты молчишь? Если о том, что думаешь, то этого не было. А что было? Ничего не было. Клянусь. Даже в мыслях не было провалиться мне на этом месте. Даже в мыслях? В мыслях? Клянетесь? Клянусь. То есть... Да. Нет. Но только в мыслях. А платок? А синяк под глазом? Платок. Господи! Неужели я... Вот угораздило. Затмение, что ли, у меня? Не испытывайте моего терпения, сударь. Ну, стало быть, я... ...сам вижу, деваться некуда. Позор? Позор. Но, дорогая, позволь мне сказать несколько слов. Не надо. Не надо. Я заранее знаю, что вы хотите сказать. И могу сразу доказать, что вы не правы. Можешь, матушка. Ты на этом истерица. Прости меня. По винную голову меч не сечет. И ты прости меня, что схватил тебя поперек. И ты прости, гневу поддался. Хотел отдать тебя в солдаты. Сударь, женить их надо. И поскорее. Женить? Именно эта мысль мне сегодня пришла рано утром в голову. Господин Мотыльков, какими судьбами? Где это вас господь сподобил? Это что ли? Ну, это ничего страшного. Это я в саду обдереваю, как это по-французски. А, долбанулся. Что за козе? И этот синяку. Кузина. Что? Какая, однако, у вас тяжелая рука. Правда? Ой. Ай-яй-яй. Так вот, кому досталась только манка от Анюты? А вы тоже обдереваю? Нет, я с дерева. Ах вы. Я вспомнил концовку анекдота. Вы сейчас умрете от смех. Значит так, ночь. Он и она в постели, стук в дверь, она говорит муж, мужчина прыгает в окно, летит и думает, если это пришел муж, то кто же тогда я? А дальше? А дальше финальный куплет. И так жених любуется невестой, А муж женой, Тем, кто страдал за нас и с нами вместе, Поклон и земной. Кольце концов, Концы сподят с концами, Сказать хотим, Поверить сил мы доброте и славим, И сверху порог клеймим. И на коленце янца права, Не грешно всегда угрезь, Над тем, что кажется смешно. Как говорят, лекарство так не лечит, Как добрый смех. Надежда есть, Но будет милее встречать, И на успех. Мораль всегда комедию венчала, И мы поем. Нет, хорош, Коль хорошо начало, Что сели мы, Сели мы, Сели мы, Поклон и ждем. Сели мы, Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok